Хочешь постоять? Плати. Речь про автомобильные парковки. Уже к середине лета в центре Чебоксар они могут стать платными. О том, где придется стоять за деньги и какова цена вопроса, Ольга Пырочкина. Я вожу машину ловко, но одна беда – парковка. Выезжаю с позаранку, чтобы отыскать стоянку. Про нехватку парковочных мест в городах россияне уже складывают стихи. Проблема, увы, знакома и чебоксарцам. Столичная администрация нашла решение проблемы хотя бы в центре города. Когда проектировался и строился центр столицы Чувашии, никто не предполагал, что через несколько десятилетий значительная часть горожан будет ездить на личных автомобилях. Нынешний проспект Ленина, который проектировался как проспект Сталина, после знаменитого хрущевского постановления об устранении излишеств в архитектуре и градостроительстве, даже урезали по ширине на 7 метров. Метры эти не вернуть, зато можно убавить количество желающих оставить в центре свою машину. Видимо, так решили столичные власти. На сайте госзакупок разместили информацию о приобретении автоматизированной информационной системы парковок на платной основе. Пока известно о следующих площадках, где ее собираются внедрить. У площади республики железнодорожного вокзала МФЦ на улице Ленинградская и главпочтамта. Если вы обратили внимание, эти парковки располагаются, во-первых, в ЖД вокзал, куда невозможно подъехать. Там в настоящий момент сейчас припаркованы машины либо жителей ближайших домов, либо работников предприятий, которые располагаются рядом. Привезти родных, близких или самому приехать, уехать куда-то на поезде, оставить машину на парковке невозможно. И мы очень надеемся, я думаю, что это получится таким способом, решить вопрос. Ведь вы понимаете, что там будет какой-то льготный период. То есть те, кто просто приехал, высадил пассажиров, за это платить не будут. А те, кто приехал и оставил на какое-то время, будут платить. Но там все равно плата-то незначительная. В настоящий момент тариф утверждается, то есть разрабатывается, ну, я думаю, что будет в районе 25-30 рублей за час. В интернете новость вызвала споры. Повременная оплата, она нужна, но только на время пиков тех объектов. МФЦ, рабочее время, вокзал, поезд. А вот любителям постоять целый день – до свидания. Чебоксара – компактный город. Пройти 5 минут за 300 метров можно легко. Я предлагаю оплату за парковку сделать для приезжих, то есть для авто из других регионов. Особенно для москвичей. А местные уже за эти участки дороги, налоги заплатили. Местом надо сделать бесплатно. Опрос непосредственно на месте будущих платных парковок тоже показал разные мнения. Думаю, неправильно это все. За что налоги платим? Думаю, за эти налоги можно бесплатные парковки сделать. Платные парковки будут. Я думаю, будут удобны для всех. И для жителей города, и для жителей районов Чуваши. Почему? Ну, потому что люди более осознанно будут к этому вопросу обращаться. То есть, если платно будет, то многие, наверное, присядут на общественный транспорт. Какая цена для вас приемлема в голову? Ну, рублей 50, наверное, не больше. Ну, здесь, конечно, надо место парковочное, конечно, сделать, но это не выход. Если вот в Москве, я согласен. Где они получают баснословные суммы, а мы здесь получаем педагоги, вот, например, получают. У меня ократ 4 500. Что вы хотите с меня взять? Хотелось сделать платные парковки, в том числе здесь. Как относитесь? Скорее больше. Как думаете, чем лучше будет? Может быть, хотя бы появится место, где парковаться можно будет? Тут, скорее, вопрос не то, сколько я готов заплатить за час. А будет ли, допустим, на этом парковщике, или как это правильно называется, будет ли, допустим, прием карточек? Потому что не всегда у меня есть наличные. Способ оплаты тоже имеет значение. Обязательным условием поставили прием платежей именно безналично. Это будет мобильное приложение обязательно, да? Это будут банковские карточки. Ну, такие общепринятые системы платежные. Как отметил директор управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, делается это не ради пополнения городской казны. В этом плане проект, наоборот, скорее всего, первое время будет убыточным. Автомобилисты начнут искать альтернативу. И тут всплывает новая проблема. Нетрудно догадаться, как платная парковка скажется на близлежащих дворах. Впрочем, это уже другая история. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова